Сверхвысокие частоты или сверхнизкие, там два типа оружия есть. Но это когда низкие колебания, то есть вот такое оружие, массово было испытано, наше российское оружие, это когда брали, нет, в Корее воевали тогда, ой, как столица у них там, Сеул. Вот когда Сеулу они сделали крепостью такое. И вот все специалисты, военные специалисты говорят, вот современной технологией нужно полтора года осаду держать, вот сможет полтора года выдержать, вот с тем оружием, ну если ядерное не применять, а вот обычное оружие, то полтора года осаду не выдержит. Там есть запасы боеприпасов на полтора года, запасы продовольствия, воды и так далее, и так далее. То есть там бункеры такие, что, ну выдержат. Это вот как бы все мировые аналитики говорили, что там Северная и Южная Корея воевали, помните? И вот нужно было этот двор взять. Так знаете, за сколько вы его взяли? За несколько часов. То есть мне ребята сами, которые там воевали, обслуживали не эту технику, а они говорят, мы видели. Это подошли машины, типа там Катюш, только у них там направляющая была, типа прожекторов что-то такое было. Говорят, мы видели только со стороны, это очевидцы мне рассказывали. Но после этого включили сирены, прожектора настоящие включили, и через полтора часа мы уже этот город взяли. Потому что все там тренированные боевики, они бросали оружие, там убегали в джунгли, кто-то сразу помирал. По ушей из глаз там кровь текла, и они тут падали в муках там все это. А кто был поздоровел покрепче, просто убегали. Создали возможность убрать там, и все было взято. Вот это вот звуковое оружие. И вот сейчас это будет против демонстрации применяться. Но корейская война была в 60-х годах, сейчас значит еще лучше у них есть. Конечно. Вот там столько вариантов этого оружия. Я когда еще служил в армии, нам показывали стрелковое ядерное оружие, стрелковое ручное лазерное оружие. Где ты служил? Я в этих войсках служил, но у нас хорошие преподаватели были. То есть уже там типа винчестера, как с двумя стволами такой. Помните, как это ковбои там воевали с индийцами. Вот такой маленький, стрелки вот такие небольшие там. И вот типа цыганские иголки, там трехранные, знаете, раньше такие были. Вот только с оперением на конце. И вот она попадает в танк и одни катки остаются. Это еще в те годы уже было. А после этого тишина, как будто ничего не было.